Хай, ребята, с вами Супер Гирчик, и сейчас мы находимся в оздоровительном лагере, который называется Солнечный. Он находится возле города Альметьевск. Вот тут природа, такие деревья высокие, сосны там, ели всякие, я не различаю их. В этом видео я постараюсь честно сказать об этом лагере, свой отзыв, комментарии какие-то свои сказать. Например, я могу сказать одно. Столовое здесь находится отдельным зданием. Сейчас мы туда и пойдем. Вот тут красиво так елочки стоят. Отличный интерьер. Находим в самом столовом. Здесь всякие. Это у нас обед. Дают фрукты, сок, салат. Еще первое и второе скоро принесут, их специально приносят горячими. Всем приятного аппетита. Но никого нет, потому что я пришел пораньше. Хлеб одобряю, очень мягкий. А вкус приятный. Кормит вкусно, вот очень вкусно. Хлебушек замочил, ну что это? Ой, без культурии какой, вот так. Кормит вкусно очень. Шанс попасть в это видео. Здравствуйте. Кормит очень вкусно, сытно. Хотим сюда еще и жить вообще. Покажи, пожалуйста. Куда? А сегодня мы не бомжуем. Сегодня у нас ресторанские блюда. Это у нас салат с яйцом, с рыбой, картофель, с мясом, с пиццей. В общем, все крутое, все довольны почти, наверное. Хе-хе-хе, очень скатаю. Нас, значит, 45 человек. Все приехали с разных районов Катарстана. Это зимняя школа, и здесь нас будут обучать по физике и по математике. Самое интересное, мы здесь делаем входную олимпиаду, чтобы профессора и учителя могли узнать, насколько хорошо мы знаем физику или математику или другой предмет. А потом они преподают нам на нашем уровне. И, получается, проверяют еще одной олимпиадой. Когда мы уже отсюда уезжаем, мы еще одну олимпиаду делаем и можем узнать результаты, насколько мы стали лучше. Нормальную математическую форму. Получают вот такие функции. А, летит над лесом. Стая сороконожек у трехголового дракона. У них 26 голов. Почему сороконожки? А, 298 ног. А, ну это... У тараконожки одна голова. Сколько ног у трехголового дракона? 26 голов. Да. Убили этого. Убили этого. Убили этого. И этот последний самовестный закончился. Ну, такой был план. Ну, ладно. Здесь есть разные корпуса. Вот один корпус. Там вдалеке спортзал и прочее. Надо карту сфоткать. Как по мне, свободного времени здесь предостаточно. Свободное время тут каждый, кто чем занимается. Там кто-то игры играет, кто-то еще что. Кто-то шахматы. Я гитарку вот взял. Нет, ничего невозможного. Да, правильно сказано. А вот здесь у нас жилой корпус. Там мы живем. Всего три этажа. На первом вроде живут. На втором и на третьем тоже. Вот там получается у нас вход. Мы можем сюда попасть. И сразу здесь жилой корпус. Здесь еще какое-то здание. Я пока не разбирался, что это такое. А сейчас мы находимся в небольшом зале, где можно посидеть, поболтать, поучиться и все такое. Значит, тут со связью большие проблемы, потому что ловит только МТС. У меня Теледва, у меня на улице иногда чуть-чуть появляется интернет, появляется связь. Но СМСки не приходят. А для того, чтобы подключить Wi-Fi, который здесь есть, бесплатный, нужно по номеру телефона получить СМС. Тут уж придется как-то выкручиваться. Я, например, у друга попросил, чтобы он написал моей маме, и чтобы мама отправила вот это вот сообщение с пин-кодом. Но он часто очень вылетает, что может вызвать некоторые затруднения. Скорость интернета не слишком высокая, не слишком маленькая. 10 мегабайт в секунду. Или 10 мегабит в секунду. Не знаю. Значит, у нас 7.30 подъем. 22. Это уже отбой. Ложимся спать. Но я не думаю, что все соблюдают эти нормы, эти правила. Конечно, всегда так среди подростков. Сейчас мы посетим спортзал. Спортзал. Вот это здание. Также здесь есть скрытый бассейн, но он находится немного в другом месте. Я не знаю почему, только мы посещаем его вечером. Довольно странный факт. В спортзале много спортивного инвентаря. Есть мячи, всякие ракетки для бадминтона. Мячи хорошие, мне нравятся. Некоторые, правда, полупанные, но это норма для любого спортзала. Присутствует волейбольная сетка для игры в волейбол. Ну, в общем, спортзал как спортзал. Универсальный и спортивный. Полы тут, конечно, деревянная, но ничего страшного. Смотрите, какую штуку нам дали в столовой. Это за день до отъезда. Вот тут сухпай. Короче, у нас есть вот такая вот штука кукурузная, там всякие палочки. Потом вот-вот-вот смотреть, смотреть. Это у нас батончик прикольный. Что еще? О, еще что-то, правда, названия какие-то странные, но я думаю, вкус нормальный. Это у нас печенье. Что еще там? Смотрите, соки это там выдают нам. Это не сухпай. Вот. О, вафли. И последнее фруктейла. Что-то наконец-то нормальное заграничное. А, нет, еще там есть. Еще, еще. Казинак. Прикольно. Все. А это там стало выдают просто. Наобед. Нарушение. Все, вот нарушение. Здесь упала ветка. Тут, короче, иногда ветки падают. Вот это странно. Итак, сделаем обзор на комнатку. У нас здесь вот такой шкаф на входе стоит. Потом вот у нас ванная, туалет, душ, раковина. Все круто. четыре кровати в одной комнате. Четыре стула должно быть, но тут украли немножко. Стол. Даже стаканы есть. Тумбочки там всякие. Прочие дела. Дается комплект. Это у нас, значит, здесь полотенце, второе полотенце и постельное белье. Вот. Вот такой вот красивый вид из окна. Приходит. Ну, вообще, тут очень приятно все оформлено. Только вот проблемы с этими маркерами были, потому что они вообще никак нормально не стирается. Ну, здесь видно, наверное. Здесь всякие слова там написали. Всего три этажа в данном здании. нифига, тут даже радио есть. А я думал, что такого здесь нету. Вот. В целом, я, конечно, очень рад. Мне этот лагерь прям вообще понравился. топово вообще. Все было круто. Питание вообще. Нам очень хорошее питание. И да, спасибо компании Татнефть за организацию зимней школы. Большое, огромное спасибо. Что еще я могу сказать? Была небольшая проблема в последние дни с интернетом. То есть, он просто перестал работать. Ну, очень прерывисто работал. То работал, то не работал. Но это странно. Всем спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Также предлагайте, какие видео мне еще можно будет снять. Ну, а всем гудбай! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok